Добрый день! Мы продолжаем встречи с гостями международного фестиваля Бердюмё, посвященного теме права человека. И сегодня мы встречаемся с радиожурналистом из Франции, с госпожой Гелия Песнер. Здравствуйте! Здравствуйте! Добро пожаловать в Кыргызстан. Я так поняла, вы приехали сюда освещать, делать сюжет о российских филокантов, которые ищут, да? Да, я приехала на фестиваль в том числе, но и делать репортаж о том, как народ Кыргызстана принимает россиян, которые бегут от войны. Я знаю о том, что Франция это одна из самых основных стран, которые принимают беженцев с Украины. В целом вот эта война в Европе, как она повлияла на настроение людей, проживающих в Франции. У нас больше ста тысяч украинских беженцев. Но это много. Это много, в основном беженок. Это женщины с детьми, пережившие глубочайший травматизм психологический в первую очередь, но разного рода травматизм. Ситуации бывают очень трагические, и французы отнеслись к беженцам с огромным пониманием. Я бы сказала, какой-то порыв был невероятный. Собирали сначала и вещи, и любую помощь, и продолжают собирать и поставлять, и даже требовать, в общем, от государства, чтобы оно как-то активней вкладывалось. Хотя оно вкладывается, я считаю, вполне, в общем, на уровне. И у нас даже практически не было никаких митингов против, которые, в общем, случаются в Европе. Вот у нас недавно был буквально три дня назад первый митинг, но он собрал 30 человек. Поэтому это абсолютно анекдотический, которые против, даже не против приема, а против посылки вооружений в Украину. Но это абсолютно анекдотический случай, потому что 30 человек, крайне левая коммунистическая группировка, в общем, это практически 0% населения. Я думаю, спутник это заснял, показал, что в митинге такое. Возможно, да. Хотя у нас же запрещено действие РТ. Вот смотрите, мотивация тех людей, которые вот с таким благодушием принимают украинских беженцев, такой порыв, как вы сказали, он связан с чем? С тем, что Франция боится, что потом это угрожает самой Европе, или из-за того, что это угроза демократии, или это вообще в целом солидарность украинскому народу, и к тому бедствию, которое там творится. Я думаю, что в терминах демократии, может быть, люди так в быту и не рассуждают, а просто порыв был вызван тем, что вот приехали на вокзалы женщины с детьми, с собаками-кошками, со старыми бабушками, с младенцами, практически без мужчин. Видно, что там бомбят города, люди сидят без света и без электричества, и какое-то воспоминание о войне и осознание того, что новая война стоит уже у дверей Европы, наверное, это вот и создало этот порыв, потому что, ну это же совсем рядом. Вот вы сказали о Барти, но вот Франция же это как бы оплот свободы, там как бы и вот то, что запрещают иностранное вещание, разве это не является цензурой? Это не считают медийным вещанием, это считают органом пропаганды, который проповедует ненависть и насилие, которое мы, собственно, и видим сейчас в Украине. То есть такого отношения, что это СМИ нет, то есть это пропагандистский ресурс, да, потому что те же самые издания, они свободно чувствуют здесь у нас, в Кыргызстане, и когда мы говорим о том, что их надо запретить, говорят, что это СМИ и так нельзя делать. Нет, у нас это не считают СМИ, у нас это считают источником пропаганды, они запрещены. Дальше РТ стала вещать через американскую платформу, название которой я сейчас не вспомню, и с этим тоже как-то, их тоже мгновенно, когда это обнаружилось... То есть это не только в отношении российских СМИ, да? Нет, нет, я про РТ говорю, РТ стала вещать, дело в том, что она не имела больше возможности вещать через какие-то французские каналы, и они стали вещать с американской платформы, но это тоже прикрыли. Вот смотрите, у нас такой есть взгляд, что почему вот украинских беженцев, французы так с радушами в целом европейцы встречают, а вот когда сирийцев это казалось или таких, то это вызывало такой всплеск неприятия и даже ксенофобии. Вот нет ли здесь двойных стандартов? Я думаю, что в основном это вызвано тем, что приехали одни женщины, а там были одни мужчины, и это вызывало вопросы. Почему едут одни молодые мужчины, куда они делят своих жен, куда они делят своих матерей, а здесь наоборот, одни женщины и дети. Поэтому, да? Да, во всяком случае, когда я вот разговариваю с людьми, которые принимают у себя украинок, это первое, что я слышу, потому что я, конечно, задаю этот вопрос тоже. Ну вот мы сейчас покушали плов, и это мы считаем нашим блюдом, центрально-азиатским, хотя родина – это Узбекистан, и вообще в целом Кыргызе отличается тем, что мы очень адаптивны к чужой кулинарии. Это, наверное, связано с кочевым образом нашим. Вообще, как связано вот это формирование национального характера, и как он проявляется через кулинарию? Я задаю этот вопрос, так как вы тоже специализируетесь в этом. Да, я пишу о кухне, о истории кухни, и, конечно, несомненно, национальные блюда – это выражение национального характера и абсолютно точной идентичности. В Кыргызстане я вот уже третий раз, или даже четвертый, и меня поражает, конечно, мультикультурное разнообразие и кухни, в первую очередь. Ну и вообще, это абсолютно фантастическое какое-то содружество очень разных народов, очень разных, каждый из которых попал сюда не всегда по своей воле. Здесь же живут высланные украинцы, и русские, и кто угодно, немцы, евреи, много разных народов. И даже при наличии то, что называется титульной нации, я не вижу абсолютно никакого ни шовинизма, ни расизма, вижу какую-то такую переимчивость у тех и у других. И, в общем, это единый народ. И это, конечно, в кухне тоже очень заметно. И кухня – это то, что мы сейчас видим с релакантами, на самом деле. Совершенно поразительно, как народы Центральной Азии, в этом смысле и киргизы, и казахи тоже, с какой щедростью и с каким благородством они принимают у себя россиян. При том, что самих их, киргизы в частности, принимали далеко не так хорошо. С чем вы это связываете? Ну, я думаю, что это какое-то внутреннее благородство народа. И, кроме того, здравый смысл. Просто понятно, что люди, которые к тебе приезжают, они что-то с собой привозят и приносят, они обогащают. От них нельзя закрываться, нельзя видеть в них врагов. Хотя, конечно, сейчас во всех странах, куда прибывают россияне, есть опасения, что это часть из них, во всяком случае, засланная часть, часть из них каким-то образом, возможно, связана с российским режимом, приехала не случайно. Но все-таки это наверняка не все. И первое движение народа – это принять тех, кто стоит без вещей, без одежды, без еды, с детьми на границе. В целом, народы Центральной Азии очень с признательностью относятся к вниманию к себе и к освещению тому, что здесь происходит. Но мы чувствуем дефицит. И наше очень даже такое пристальное внимание к тому, что происходит в Европе. Но вот такого же отношения европейцев, например, к нашему региону нет. Вы тоже видите этот дисбаланс? – Я не думаю, что я вижу это во Франции. Мне кажется, там существует интерес к Центральной Азии. И очень довольно широко обсуждается в прессе. И тот факт, что меня сюда прислали, уже это подтверждает. Ну, наверное, больше Казахстану, потому что Казахстан больше. Но, в принципе, к Центральной Азии есть интерес, несомненно, и есть освещение. И даже люди, просто широкая публика вообще в курсе хотя бы каких-то основных событий. – Спасибо большое, Геля, за разговор. Хороших вам репортажей. И желаю побольше освещать события, которые происходят в Центральной Азии. – Это с удовольствием. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо.